дорогие друзья вот вам пожалуйста три буханочки и надо выбирать какие поедут с нами которые здесь будут оставляться смотрите наше видео и узнаете результат при этом всем из нальчика здрасте дорогие друзья приветствую вас из города анапа пока мы сегодня отправляемся по заказу акса покупать уазик едем мы в нальчик ребята не потому что нам хочется прокатиться потому что в анапе в принципе варианты кончились и нашем районе в краснодарском крае за адекватную цену машин нету нам ребята там нашли по видео показали и едем я надеюсь что уже забирать машинку представлю кто с нами едет всем привет ребят сегодня наша команда время помогать людям едет с миссией за вазиком с нами сегодня максим который мастер просто по вазиком он разбирается там спец друг михаил который снова вызвался помочь нам спасибо миша за то что ты его только вернулся человек запорожья и вот готов помочь перегнать вазик я вам в дорожку даю рации ребят чтобы связь была с машинами юр а тебе вот такой вот подарочек несколько купюр от шахтеров из кузбасса как бы чтоб все понимали что это не пустой пакетик вот покажем немножко на вазик от шахтеров из кузбасса так вот мы встречаем рассвет это уже район пятигорска ребята проехали кармин воды здесь здесь снег очень доброе утречко такие домики то есть вот горы выглядят каким-то нереальным потому что ехали везде была темнота и не было видно никаких вершины тут бац появились сначала минеральных водах первая гора потом здесь вот пятигорске уже новые вершины красота смотрится великолепно представьте впервые в пятигорске 96 километров нам осталось до нальчика и мы приехали на место сейчас наслаждаемся видами снежной сказки любые поросли снега а тут саму большую вершину уже озаряет рассвет вокруг такая красота фантастика просто какие здесь надписи боксан налево 6 то есть я вообще думал что здесь будут кругом горы там ущелье и так далее здесь куча таких мест именно равнины сельское хозяйство я прям очень удивлял пинчик смотрите 92-й сиропроте 95 и 52 дизель пуплива 54 и 85 видно Эльбрус он как оказалось гораздо ближе чем мы думали а здесь ведь а горы которые ближе кажется гораздо выше уже прям почти нальчики тоже снежок диспорт интересно что вот это такое выращивает ребята какие-то или деревья или виноградники под навесами сады как бы на балкаре походу то я буду выращивать в районе мере там садами нарисована яблока чем ищи горы тем ниже приоры дорогие друзья посмотрите какая красота почти просто не верится что все в тобой шаговой доступности всего лишь ночь еще один приор прям вот эти линии и мы уже в такой вот красоте горные надоело ехать в пробочке нальчик ты где это он точно рядом неожиданный въезд в нальчик это париж ребята париж вообще какая красота смотрите где выходят прям на въезде нальчику привет это нас ждут ребята чуть мы не встретились прям так по красоте да с таниславом впереди везет нас к машинке на случай какую тут обильное строительство идет так понимаю что бывшие промзоны застраиваются меняется город вот это сссровская построечка ну не такой уж и далекий нальчик оказался казалось то дальше но мы всю дорогу пока ехали на горы смотрели как выглядит нальчик под снегом все то же самое что и в наших городах всех он ничем особо так не отличается единственное что мы снега не видели еще в этом году сюда приехали здесь сразу снежок кайф станислав нас привел в промзону в нальчике здесь вот разборка разнообразных машин также есть нивы 200 180 шевролешко такие вот нивы по 200 тысяч готовых отдавать но мы приехали не ради этих машин там соболей а ради уазиков у нас их загнали в теплую зону чтобы с ними было все хорошо этот уазик две тысячи десятого года рождение максим сейчас попытается завести он только что заводился холодный стоял у него внесли на глушителем печальку и он орет выглядит он вот так вот стоимость у него друзья 220 тысяч рублей за десятый год так посмотрим внутри он выглядит вот так вот свет есть это хорошо сзади такой вот отдел по внутрянке вроде у болями и пороги ржавые в этом не сомневаюсь снизу все выглядит вот так стоит выбор что брать и чем смотреть здесь подливали антифриза в них ребята проверяли чтобы более-менее все хорошо с этими машинками было вот он бачок заводской как выглядит вот сама машинка спереди и вторая тачка она с гидроусилителем 2012 год стоимость 50 тысяч рублей максин смотрит что тут и как то есть она закрывается отдельно перед отдельно зад смотрю как снизу выглядит колесики здесь получено качино здесь второе деление и можно посидеть с люком и здесь еще третье отделение багажник вот это вот так вот он он стоит один там за леденом который заводится вот второго лазика подборем поиску но этот работает прям вообще хорошо это то что у него все с глушителем классно в общем стоит выбор сейчас мы проверим и тот и тот какой брать или за 250 или за 220 не забываем благодарить наших спонсоров это шахтеры из кузбасса которые перечислили денег нам на покупку буханки так что надеюсь выберем правильную и самое главное довезем до дома ну-ка вот свет включу включу хорошо сам баншон мотор работает вообще прям четко вот прикольный лазик 2012 года что у него расскажи ну у него дисковые тормоза передние абс есть ядроусилитель такой ничегошный давление масло нормально показывает двигатель это точно забираем а там сейчас будем определяться что тебе в нем не нравится в том давление масло что-то слабенькое ну показывай стрелка малое давление погреем посмотрим может там в нем масла нету на лоб это вроде бы все даже доливали ну ты проверь сам уазик нам точно нравится сейчас узнаем что там по второму и будем определяться ну честно прям вот это за 250 прям пушечка залили бензинчика сейчас заведем посмотрим еще разочек как он будет работать вот того кстати получается окошек меньше вот этот смотрите категория b а вот эта категория d автобус то есть еще просто перевозка у нас ни у кого нету в принципе оп завелся в общем вообще разбираться пока проверенный конь у вальтик у нас короче тоже что-то случилось проблема в том что у нас побежало масло и мы можем понять откуда причем ушел до минимума ниоткуда не брызгнет волшебство мне кажется это то что гнали много и может быть скрышки и давано большое давление создали потому что 120 только не подведи нас как минимум это прямо печалька оказалось ведь вот в этом фигнюшечки сверху навернулась вот эта вот крышечка у них появились дырочки и масло мы тупо спалили двигателем немножко вытекло сюда сверху потому что ушел то приличный объем ну хорошо что все нашли все починим все сделаем это радует максим у нас переключил датчик давления масла так ребята ура давление масла пошло все мотор начать живой смотрите все прокачало масло заработало и так говорит о том что все отлично просто его надо поменять еще да там бензин скорее всего бензин кончается в общем буханочка отлично есть очень классное известие я тут позвонился с шахтерами из кузбасса нам задонатили еще 200 тысяч рублей и мы забираем две машины мы просто покупали резину у нас оставалось 250 тысяч оставалось тех денег и плюс еще 200 тысяч получается 450 и 20 тысяч с ваших денег закидываем и покупаем две буханочки как вам такой вариант как вам такой вариант шахтерам с кузбасса низкий поклон ребята огромное спасибо сейчас идем оформлять документы едем покупать крышечку Максиму и уезжаем потихонечку освоясь ну это прям фантастика на самом деле датчик и давление появился самое главное добраться до дома бабки есть на две машины выбираем обе забираем обе тут уже холодно выбрали мы короче время приехать за бачками ну надеюсь на двое поедем сейчас подлечимся и поедем мы думали думали и нашли вообще офигенную машину для солдат как она называется Audi Audi Q3 вообще идеально просто подходит пацан вам там удобно? вообще отлично солдатам хорошо будет? да пойдем ладно шутим поехали мы за крышечкой для нашего уазика вот эти ребята для меня необычное явление у нас на улице минус 11 и туман пошел с правой стороны у нас находится аэропорт сюда можно спокойно улететь в Москву чего нельзя сделать из анапы магазинчик у вас у вас и здесь есть пойдем покупать то что нам надо ребят а вот еще одна буханочка прям хочет на ИСЛО ехать немножко ржаненькая под уставшим зато с багажничком сверху эх слушайте сколько здесь этих буханов получается да? то есть бери мути то нет даже я бы сказал неплохо выглядит купили всякие разные прокладки на ту буханку которая уже у ребят как макея и вот сюда еще и ручку нашли на заднюю дверь и на свет сейчас починим все сейчас будут новые машинки но это бы лучше солдатам подошел прям вижу сейчас поставим синенькую детальку и все будет работать точно? точно вот хорошо что ты с нами поехал если б не мастер то блин вообще было бы все плохо это так написали в телеграме спасибо ребят что вы за нас переживаете там было это очень честно важно разобрал бы машину все по деталькам проверил все ли детальки на месте? нет а пружинка где там? все четко устанавливаем бачок это на уазик двенадцатого года кстати тот девятого оказался года уазик который соседский они что-то на него наговаривали наговаривают что-то было еще подключено решили еще провести тест драйв перед тем как определиться точно забираем или нет машинки чтобы не спеша так сказать проверить их ездовое состояние потом уже дальше будем точно гнать тут кстати тоже какая-то фигня видите выходила прям в бой роли машинку завели проверяем габариты все сработало это самое главное освещение у нас есть да они движущие там тоже чуть-чуть переключаются чисто габариты на прогрев вторую машинку а ну тут свет покажи есть свет отлично дальний есть ближний есть а поворотник есть правый есть стоп габариты 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 сзади есть этот стоп нажми формат стопы есть все самое главное стопы повороты есть это дает нам самую главную надежду что нас будут видеть коптильни нижнегородские работают она и тихо что-то стала работать потому что во-первых прогрелась и масло поднимает вот это надо печечку чтоб все-таки заработал там так понимаю что краник у нас подводит сейчас Максим пытается закустарить что-то чтобы заработал какая проблема у нас не пропускает наверное зон мёрзло так вот бывает такое одну мы уже выгнали ее Михаил проверил сейчас вот эту выгоним Максим протестирует давай 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 все нам надо уже проверять гнать вот что значит гидроусилитель то есть машина крутится прям вообще хорошо и побежала красоточка кстати есть еще третья буханочка но она что-то совсем печально и грустно а жалко Максим тоже проверяет машину так чтобы все работало во включились передние отлично вот это уже УАЗик едет и Максим вернулся с проверкой сейчас спросим у него как дела ну чё как тормоза тормоза только спереди ага почему а ты здесь тормозил все все четыре колеса полом и чё раздатка все работает полный привод здесь у нас небольшие вопросы по запуску Максим решил сейчас его тоже еще проверить по компьютеру так попытались скинуть ошибки семь ошибок показывает мотор здесь это у него как бы и не получается с заводом и все это датчик скорости датчик положения коленвала датчик положения распредвала оттерся может это пойдет нажмите запуск может был неудачный поэтому так скинули ошибки начал вот что значит компьютер да сколько геморрой может быть просто так сейчас ошибок не показывал пробуем еще раз заглушили и завести все четенько прям то есть сам себя глушил ошибками компьютер получается все идеально пробы еще раз пускай Максим прокатится проверим чтоб все точно было хорошечно и тогда можно будет вынимать вот точное решение вернулся у нас на место еще уазик и ну чё у него мост подбуживает чего делать подбуживает мост это что такое ну ты когда включаешь перед мостом вроде бы все нормально но там приключено еще не болтается либо масла может нет может быть скорее всего и масла нет поэтому тебе подгуживает вот они красавицы Максим поехал тестировать еще эту проверить раздатки мосты чтоб все работало все было хорошо уфф с разворот ушел итак Максим давай ваш приговор что мы делаем да ну гидроусилителя нет ну и ну и здесь вообще здесь все нормально это прям вообще то есть старее машина но лучше она езжай говорит лучше на той тебе там с гидроусилителя будет лучше нет батенька нет батенька ну а та да ну там же тебе мост мост или раздатка что-то такое потому что тебе включаешь перед ним мост ну мы же поедем на заднюю там что-то все забираем обе все значит идем ребятки за машинкой оформляться и выезжаться еще раз шахтерам кузбасса спасибо огромное за две тачки итак ребята девятого года машинка уходит нам за двести тысяч ровно которая у нас машинка двенадцатого года будет стоить двести сорок ребятам спасибо еще за червонят скидки они немножко расстроились ну ничего страшного да ну что ребятки мы готовы мы в пути зеркала работает нормально машинка в принципе готова чтоб потихонечку ехать в сторону дома все в принципе работает это самое главное так что машинки на заправочке короче который новый уазик так далеко он и не уехал в большом утверждении такая грусть печаль тоска заправочки максим проехал пока мы заправлялись на него оплачивали в итоге там что-то потекло прям в песец как прям очень обидно становится тем что такая ситуация случается блин приехали уже обрадовались что получилось взять две машины тут на те прям побежала и мост загудил максим еще сразу говорит что мне не нравится что гудит мост мы скорее всего не доедем и тут бац еще и потек короче вот он пожалуйста более свежий уазик с такими прям печальными проблемами когда скинули ошибки я уже обрадовался думал ну вот все едем обидно ну пускай лучше как говорится здесь чем где-то по пути бы это все произошло потому что там было бы это все гораздо более плачевно и шкафы побежал вот видите как капает блин обидно классный аппарат и в итоге бац побежал рубашка это получается у него охлаждающие двигатели а это что такое могло быть вообще или мороженство думаешь или прогнило обидно хотя чугунька такая прогнили вряд ли не стану вот мы еще одна буханочка завели ее и посмотрим что она из себя представляет вот у нее уже буква Z есть чуть-чуть изменилась вот вкусно так она выглядит снизу как выглядит у нее салон зеркала у нее нету большому сожалению говорят что типа готовы поставить сиденье импактное Максим осматривает ее он подключился к компьютеру проверить почему дарит чек и мы будем смотреть дальше как она будет выглядеть а ту машинку мы заправили полный бак всем вообще обидно Максим пошел смотреть что там снизу можно было увидеть вообще ремонтопригодности как она выглядит у меня кстати бампер нормально и запаска даже имеется москва нет нет а где он? да я еще это что говорит? хвостовик задний болтается на мосте и? мы не доедем идеальная проблема с мостом ребятки не доедем мы большому сожалению блин растройство растройство ребятки эта буханка к сожалению с нами тоже не поедет потому что колеса на нее ребята перекидывать не хотят Нет у них возможности. Ну, по Солонечку, да, получше, чем там. Жалко, конечно, что он так, но, походу, не исполняется мечта двух машин сразу. Печалька. Деньги нам вернули. Пацанам, спасибо, целый день на нас сегодня потратили. Мучились этими машинами. В итоге, фу-фу-фу, дай бог, чтобы хоть одна доехала. Тебе вообще прямо от души спасибо. Все, ты побежал. Всего хорошего, давай. Спасибо большое. Удачи. Я думаю, еще увидимся. Разве что? Как говорится, офицеров бывших не бывает. Видите, ребята тоже безвозмездно помогают, чтобы мы помогали нашим ребятам на фронте. Да, Максим? Угу. Жалко, что так. Но, как говорится, как есть. Едем по Анапушку. Так, Максим поехал протестировать буханочку. За него просят 400, за 350 готовы отдать. 2011 год, газ, бензин. Постоянно самая крутая, которую я вообще видел в кубаханах, в принципе. Сейчас она протестирует, прокатится по кругу. Выглядит газ, бензин. Смотрите, салончик. Так вот выглядит. Сейчас Максим чуть попробует на ней. Чуть-чуть. Доскану к машине побуду. Что работает? Там раздавка, раздавка, все работает. Не видел самолетов, взлетающих над тобой. Ощущение, конечно, фантастики, когда такие самолеты пролетают. Просто красотища. Как красота. Ну что, Максим, работает раздавка? Есть, да. Ну что, вот так вот опорядок. У тебя вообще понравилась машинка? Ну, походу. А, движок? Ну, и что подсокивает виденьки. Выглядит, умеет все, так сказать. Облизано, вылизано, прям очень даже неплохо. Мы, походу, забираем вот эту машинку. Сейчас будем решать дело с договором купли-продажи. И, собственно, все. Нам человек ее уступает за 300 тысяч рублей. Такие случаи бывают, мы уже уезжали. По расстройству выезжаешь, стоит машина, продаются. Максим прокатился. Максиму она понравилась. Машинка выглядит шикарно. Резина. То есть, на нее нам, в принципе, больше вложений и не надо. Потому что даже минимум колеса это 1030-1050. А здесь они уже стоят, да. То есть, мы прошлый обухан, который взяли совсем недорого, вложили гораздо больше денег. Сейчас вот есть такой шанс, что мы едем на этой. Если документы на все уходим, то все будет хорошо. Сам моторчик мы захотел срабатывать. Вот так все отлично. Так, мы съездили, купили моторчик для печки. Надеемся, что он заработает. Потому что об этом очень у нас многое зависит. Хочется, чтобы все было хорошо. 1350 нам обошелся вон. Ну, самое главное, чтобы было теплее. То есть, если ноги будут подгрызать, будет грустно и печально. Ура! Ставим на место документы и выезжаем. Масок, если мы не такой, будем чуть-чуть дорабатывать, запиливать. Блин, не доработал хотя бы вдруг, все-таки полоска. Будем, надеемся, до последнего. Ну, еще раз примеряем. Вот, давай, давай. Еще чуть-чуть. Давайте, продолжаем доработать. Распираем быстрый под моторчик. Так что там, дубарсят наших сильно или что? Слушайте, мы верим своих ребят. То есть, это самое главное, что мы должны делать. Самое главное. Война, это такая вещь, кажется, сегодня мы их, завтра они нас. Главное верить. Самое главное, чтобы они понимали, что они не одни. А это можно расценить, как, знаете. Это, для бойцов. Еще одна наклеечка. В общем, из-за этого сейчас пытаются и собачить, чтобы заработал вентилятор. Ну и что, получается? Есть шанс, что будет работать? Да ладно. Вот так вот, настоящие патриоты своего дела делают вещи. Тебе главное, доехать бы еще. Юр, тут еще, смотри, регулировка фар у него есть. Ага. Вот, видишь, вниз. Вверх. Ну, повыше поднимите, у меня пока нормально. Ну, я бы поднял на максимум. А с этой разберешься, я думаю, в ноги, как, что, или сюда, потом. Ну, чувствуется, тепло пошло. Ну, да, чтобы ноги. Да, ты будешь ехать. Ручник тоже работает, да? Ручник работает, все работает здесь. Все, вам от нас. Всех спасибо. Все, давайте, пацаны, от души. Да и добраться. И процветание в бизнесе. Тебе еще раз пока. Спасибо большое. И погнали. Ребята, спасибо большое. Все, давайте, удачи. Ну, все, ребята, с Богом. Мы поехали. Одна машинка у нас уже прошла. Невиномыск еще час назад, а мы только стартанули. Вот так вот выглядит наш буханка, которая едет. Слушайте, тормоза отличные. Ну, все, мне, по крайней мере, прям очень нравится в ней. Ну, и попробуем расположиться, конечно, поудобнее. Вот, хорошо. Ну, это максимум, что из этого можно выжать. Мне, к сожалению, буханка маловато. Максимально назад сидение, максимальный наклон. Но, вот, я вот так сижу, то есть, мне видно только низ машинки впереди. Так. Пока мне не надо, я думаю, печка. Потому что довольно-таки даже жарко. Пытаюсь выйти с Максимом на связь. Все нормально, я тебя зашел. Отлично, Максим на приеме. Это самое главное. Это из разряда довольный, не злой, да нет, счастливый. Я не знаю, я как-то доспал до Анапы за ругом. Фиг его знает. Одна, вторая, которая приехала раньше. В общем, мы это сделали. Мы не находимся, друзья, в Анапе. Это самое прекрасное. И две буханочки для СВО-шеньки. Ура! Спасибо. Самое большое. Это, конечно же, тем ребятам, которые задонатили полмиллиона на то, чтобы мы сделать нашим солдатам лучше. На эти деньги мы уже купили резину, передали. И вот подъехало две машинки. Основная сумма из которых как раз-таки благодаря шахтерам из Кузбасса. Ну и вам, всем ребятам, кто поддерживал, кто скидывал донатики, огромное спасибо. Приведем тебя потихоньку машинки в порядок. И потом расскажу вам, что будем делать. Все. Всем пока-пока. С вами был Юрий Озаровский. Там где-то Максим, красавчик, эту машинку гнал у нас в Мишане. Ему тоже огромное спасибо. Ну а мы поехали спать.